Хочу от души всех поздравить с днём рождения одного из самых гениальных деятелей человечества Владимира Ильича Ленина. Недавно прошёл удивительный фильм, он, по-моему, идёт ещё на экранах телевидения, «Время первых». Хочу подчеркнуть, что этот фильм не просто о первых наших космонавтов, о Гагарине, Леонове. Этот фильм о тех первых, кто делал выдающееся открытие человечества и продвигал его вперёд. Сам выход человека в космос означал, что есть возможность монтировать станции, и такая огромная станция летает вокруг Земли. Есть возможность выйти в другие миры. Вот одним из первых на нашей планете в другой мир вышел как политик Владимир Ильич Ленин. Он предложил строить царство небесное не там, а на земле, где труд и справедливость будут управлять, где не капитал будет диктовать условия, а те, кто своим умом и талантом создаёт главные ценности на земле, где будет царить мир, а не война, где будут всё делать для того, чтобы новое поколение было наиболее образованным. Школа готовила подлинных граждан и патриотов, а культура несла прежде всего гуманные ценности, и каждое новое поколение было бы гуманнее и добрее предыдущего. Ленин первый на нашей планете предложил построить социалистическое государство и реализовал это. Он первым создал партию нового типа, партия, которая базировалась на трудовом народе, и партия сумела собрать распавшуюся, сгоревшую Первой мировой войне империю в новой форме, в форме Советского союзного государства. Вдумайтесь, после Первой мировой войны Россия распалась на 47 национально-территориальных квазиобразований и не с помощью войны, не с помощью насилия, не на идеи национализма и имперской, собрали людей на идеи справедливости, труда, дружбы народов и равенства. И распавшееся государство, как птица Феникс, вознеслась к высотам социализма. Впервые была предложена политика всего за пять лет четыре варианта от военного коммунизма до НЭПа и плана ГОРО, которые позволили стране создать индустриальную базу. Впервые в мире после тяжелых двух кровопролитных войн наша страна за 10 лет отстроила 6 тысяч лучших заводов. И мы впервые в мире увидев опасность фашизма, все сделали для того, чтобы его победить и добить в собственном логове. Впервые знамя Октября, знамя Победы олицетворяло новый путь и новый мир. И этот мир открыл прежде всего Владимир Ильич Ленин. Хочу ваше внимание обратить и на то, что он родился в очень благополучной семье. Блестяще с золотой медалью окончил школу. У него представлялись большие возможности идти по чиновничьей линии. Но он увидел, что несправедливость царствует на земле и особенно в Российской Федерации. И все сделал, чтобы на знамени Октября была написана прежде его справедливость и достоинство граждан. Я был поражен, когда изучал и читал мнение современников о Ленине. Даже самый лютый ненавистник советской власти Уинсон Черчилль, который в 2018 году каждый день призывал задушить молодую Советскую Республику. И то он написал о Ленине. Когда ум Ленина светился, он видел весь мир сразу и в первую очередь несправедливость. Такие люди рождаются раз в сто лет. Но добавил, нашему столетию повезло, мы родились вдвое, он и себя относил к крупнейшим деятелям человечества. Хочу сказать, что многие об этом и не знают. Впервые в 2017 году, после того, как Ленин подписал декрет о мире, социал-демократы Норвегии предложили Ленина наградить Нобелевской премией мира. Более того, это предложение поддержали многие на планете. И лишь тот факт, что весной 2018 года белочехи начали гражданскую войну, Антанта выселилась во всех портах нашей державы, развязали гражданскую войну, не позволил реализоваться этой идеей. Но Ленин впервые на планете предложил мир, где не было бы ни победителей, ни побежденных, где бы люди чувствовали себя достойно и провел эту политику всеми доступными средствами для того, чтобы мир воцарился на нашей земле. Хочу еще раз напомнить, что ничего более эффективного, чем ленинско-сталинская модернизация, планета не знает. Тогда темпы развития нашей страны были 16 с лишним процентов в год. И мы с нуля, начиная, создали уникальную, боеспособную, очень грамотную, профессионально подготовленную, патриотично настроенную армию. Когда фашистских генералов допрашивали после войны, почему проиграли, они дружно ответили, мы проиграли не только Красной Армии, но прежде всего советскому учителю. Мы даже не подозревали, что он за считанные годы подготовит такого храброго, умного и достойного солдата и командира. Наши беды начались в 91-м, когда предали идею октября в надежде, что встроившись в хвост дядю Сэму, мы будем успешными и благополучными, что нас монтируют в рынок. А на самом деле на нас по сегодняшний день смотрят, как на клиентов, которых можно нагнуть и санкциями. Обложили пороховыми бочками на Украине и на Ближнем Востоке, притащили в Прибалтику натовцев, что в дурном сне не могло присниться нашим солдатам и офицерам, которые освобождали от фашизма страну. И сегодня мы корячимся в муках кризиса, не осознав до конца, что лишь опираясь на толщу великого наследства тысячелетнего, которое нам досталось, где вершиной была советская власть, советская страна, советский подвиг, советские победы, советские прорывы в космос и в техническом прогрессе. Без опоры на это наследие невозможно преодолеть ни кризис, ни выйти из тяжелого положения. Я недавно выступаю в Думе при отчете правительства, сказал, у нас в Думе за последний год звучали три знаковых выступления. Президент призывал сплоченности на фоне кризиса и новых санкций. Я абсолютно согласен, что нельзя выйти из тяжелого положения, не сплотив общества. Но я хочу напомнить президенту здесь, на площади, в этот торжественный день, что и Сталин чувствовал, что крайне необходима сплоченность. Но он не только чувствовал, он в 1931 году, за 10 лет до начала войны, и, собрав передовиков, лучших инженеров, руководителей, которые отстроили самые передовые заводы, заявил им открыто, что нас били и монгольские ханы, и турецкие беки, и польско-шведские феодалы, и японские бароны, и буржуи Англии, и Франции, били прежде всего за отсталость. Или мы пробежим то, что Европа прошла за 100 лет, за 10 лет, или нас сомнут. Вот хочу сегодня, в этот день, напомнить президенту, что у нас нет сегодня 10 лет. Сталин всячески оттягивал войну, чтобы поставить на конвейер лучшие военные изделия, которые изобрела советская страна. И Т-34, и БМ-13, знаменитый Катюша, и штурмовик Л-2, и целый ряд других. Сегодня нас давят со всех сторон. У нас нет 10 лет. Поэтому надо вырабатывать новый финансовый экономический курс. Надо обновлять правительство, прежде всего, тот блок, который занимается экономикой и деньгами. Надо все сделать, чтобы готовить в школе и вузах талантливых детей и грамотных инженеров. Но для этого нужен и новый закон образования, и новая политика в области финансов, и качественно иной бюджет. Не 13 жалких триллионов, а минимум 25 для того, чтобы реализовать политику развития, а не дальнейшей деградации. Под сводами выступал и святейший патриарх Кирилл, который заявил, что у нас тысячелетняя держава абсолютно согласен, что надо взять все лучшее из ее истории. Трижды согласен. И святую Русь, и великую российскую державность. Ведь создали наши предки страну в 10 часовых поясов. Создали и что надо взять, и советскую справедливость. Вот если бы правительство опиралось на эту формулу и услышало бы призыв Нобелевского лауреата Жаре Салферова, который трижды выступал в Думе, что лишь в опоре на современную науку, научно-технический прогресс и качественное образование, можно выбираться из Крица и уверенно смотреть будущее. Вот эта формула была реализована Владимиром Ильичем Лениным. Он прежде всего заявил на седе комсомола, надо учиться, учиться всему богатству культуры, которую выработало человечество. Надо примирить частную и государственную собственность, что было предложено в НЭПе. Надо все сделать, чтобы была мощная рабочая крестьянская армия и с нуля сколотил пятимиллионную армию, которая раздолбила всю хваленую Антанту. И надо уверенно смотреть вперед, если будем опираться на труд и людей труда. Вот формула, которая позволит нам выбраться и преодолеть нынешние трудности. Я уверен, что идеи Ленина пробьют себе дорогу. А то паскудство, которое проявили несколько человек, я их не могу назвать депутатами Думы, это откровенные провокаторы, накануне дня рождения Ленина, оно получит отпор от всех граждан страны. Последний опрос показал, что 80% граждан страны высоко оценивают ленинско-сталинскую модернизацию и великую советскую эпоху. Так что мы уверенно смотрим вперед. И еще раз поздравляю вас с прекрасным днем рождения Владимира Ильича, рождением нового мира, новой советской власти, новых идей и нового великого прогресса. Из заключения хочу напомнить, что после, но я начинал с космосом, что после полета Гагарина и Леонова человечество в 1966 году собралось на форум в Вашингтоне, где поверили, что технический прогресс теперь такой, он позволит решить все проблемы. И взяли на себя обязательство в 2000 году избавить человечество от болезней, от бедности, каждому дать квартиру. И даже наметили провести фейерерк по причине полного уничтожения ядерного оружия. А когда на стыке двух веков и тысячелетий посчитали, то оказалось, бедности стало больше, целые континенты в нее окунулись, болезней прибавилось, не знаю, что с ними делать. На третье место прорвался терроризм, вошел в тройку. Плохо с экологией. И оказалось, что капиталистический мир не может решить ни одной социальной проблемы. И снова предлагает войны, санкции, насилие. Мир будет уверенно смотреть вперед, если пойдет по пути Ленина, по пути справедливости, мира и дружбы народов. Поздравляю Вас с прекрасным днем, с днем рождения Владимира Ильича Ленина.